Россия, 9 век, 9 век, 10 век берем, да, так, берем Северную Россию, Северную Русь, Новгород, Гордарика, знаешь термин, да, Гордарика, да, кто там живет, там живут славяне, раз, там живут будущие Балта, два, там живут финно-угры, три народа, правильно, да, три народа, очень разные этносы, очень разные религии, очень разные, да, но они живут вместе, нормально живут, понимаешь, да, между ними нету согласия, они призывают варягов, приходит Рюрик, молодец, Тровар, Синюз, да, вот это прекрасный пример того, как Запад помог России, очень гибко, мягко, я хочу, что тебе сказать, а что сейчас мы там, где, где эти русские, где эти Балты, где это финно-угры, идет ассимиляция, понимаешь, да, вот если взять Север Русский, то здесь есть много проблем, вот в смысле сохранности этносов, вот смотри, идет колонизация русская, да, кстати говоря, импульс получен от варягов, импульс пассионарности, варяги дают новгородцам этот мощный импульс, странствие, завывание пространства, я люблю варягов, так, знаешь, такое слово, ушкуйник, ушкуйник, знаешь, слово ушкуйник, повтори, ушкуйник, ушкуйник, это русский варяг, русский вот такой парень лихой, да, новгородский ушкуйник идут на север, кто здесь, здесь кто, весь, весь, да, финно-угорский субстрат, они на него накладываются, ассимилируют его, посмотришь на лица сегодняшних людей, они больше финские, чем русские, понимаешь, типаж на какой, но язык, русский язык взял верх, понимаешь, язык починил себе генетику, понимаешь, культурное преобладает над биологическим, но обратите внимание, остались очаги, вепсы, очаги, да, сохранили свою идентичность, вот север, это, восточный берег Онежского озера, там не было, нет, съездили, вот эти, не наши вепсы, западно-онежские, а вот там Орша, да, как они сохранились, как их не размыло, какое-то чудо, ты понимаешь, да, потрясающая устойчивость, вот я считаю, что вот евреи очень устойчивый народ, но это маленькая группка, сейчас она в тисках, понимаешь, да, поэтому вот судьба финно-угорского населения очень проблематична, и то же самое Карелы, так, но видишь, Карелы, обратите внимание, какая огромная разница между Карелии и Финляндии, я говорю, между Карелами и финнами, ну, сам понимаешь, Калевал это общий, общий, так сказать, теплос, да, он карельский по своим корням, да, хотя это все условно, да, ну вот менталитет, православный менталитет или тюранский менталитет, да, два разных мира, ты понимаешь, финский мир выживает, этот мир загибается, наш бой загибается, загибается, это жаргонное слово, загибается, хереет, вымирает, деградирует, деградирует, понимаешь, да, вот, поэтому сейчас делаются попытки сохранить карельскую культуру. Я их приветствую, эти попытки. Понимаешь, это хорошо, как вот, знаешь, инкубатор какой-то, или как это назывались, эти территории в Америке, где индейцы-то жили. Как эти территории назывались? Резервации. Резервации. Это похоже на резервацию. Где-то, только не в буквальном смысле слова. Ты понимаешь, есть процесс. Мощный этнический процесс. Здесь не политика играет роль. Здесь играет роль биология. Я не знаю, что играет роль экология. Вот был такой у нас ученый Вернацкий, не слышал Вернацкий? Наш великий русский ученый, создатель учения о ноосфере. Ноосфера, сфера разума, биосфера, сфера жизни. Народы текут. Живое вещество течет. Вот сейчас струи ислама проникают в Европу. Есть пустоты. Они заполняются. Так вот и здесь. Поэтому резервация, инкубация, это превентивные меры. Можно задержать на какое-то время уход этих народов, если они сами вот не со стороны извне. Это бессмысленно. У них есть такая потребность или нет? Выжить, остаться. Нету. Они язык свой не воспроизводят, не репродуцируют. Понял, да? И этот язык им навязывается извне, через вузы, понимаешь, да? Через культурные программы. Это хорошо, это ценно, но это действенно или нет? Может это удержать обвал? Вот это проблематично для меня. Проблематично, да. Я хотел бы, я за то, чтобы эти народы сохранились. А какие большие проблемы мы с малыми народами севера? Это же бесценные народы, бесценные, понимаешь, да, вот эти чукчи, ненцы, да, то, что мы называем самоедами, да? Это слово самоед. Да, да, да. Самоед, да. Ну, их говорят, самодийские народы, но сейчас так не с того говорить самоеды. Это немножко оскорбительно, конечно, звучит. Вот так вот, так что ты задавай вопрос. А вы говорили, что люди здесь финны по лицу, да? Дело в том, что здесь бесспорно, вот если взять население восточный берег Одежского озера, Пуджевский край, если взять Подвинье, Двина река, Архангельская губерния, да, то, что мы называем поморами, это что? Субстрат Кеногорский, на него накладывается новгородский субстрат, понимаешь, да? Там ведь не было вот таких каких-то вот, север не завоевывался, это не было завоевания. Какое завоевание? Это было очень мало населения, было много места, вот такой-то, какой-то, явной конкуренции тогда быть не могло. Конечно, было противостояние какое-то, но оно мало зафиксировано в летописях, мы это мало знаем, понимаешь, да? Ну да, вот есть такие предания, что там вот это «чуть белоглазая», «борьба с чудью», есть столкновения новгородцев и фенограф, да, но это не доминирует, понимаешь, всё-таки, скажем, объективно. Проходила ассимиляция, то есть накладывался, и преобладает генетическая основа фенографинская, но побеждает язык, язык осваивается, ну как, скажем, болгары, да, болгары-тюрки, тюрки, да, они вот освоили славянские языки, приняли христианскую веру, хотя они тюрки, понимаешь, да, так и здесь. Говорят русские, а на самом деле ты финн, так глубоко, если копнуть, да, это поэтому типаж, типаж, да, северных русских это типаж, то же самое, что финские, финские, и вообще, финские, конечно, прежде всего, финногорские народы, что тут, норвежцев здесь было мало, так что они мало могли пошировать, но были, но норвегия приходила, беармия, да, беармия приходила, норвегия, да, были конфликты, все было, да. Вы сказали, что люди, народы, течут, двигаются по стране, по миру, поскольку сейчас население сокращается, сокращается и на западе, и на западе, в Европе, то это, наверное, натурально, что другие люди из других народов приезжают. А как вы думаете, будет в будущем, когда этот процесс продолжается, поскольку вепсов и карелев, их будет меньше, которые говорят по своему языке, по родному языке, и сюда приезжают люди из других частей России, из Кавказа, и так далее. Ты знаешь, был такой народ Меря, слышал народ Меря, Меря, Меря. А это на севере? Нет, это южнее, это Ростов, Ростов, Ака, Волга, Меря тоже сам, это очень близко вепсом, да? Как писал Булок, чуть начудила и Меря намерила, да? Где эта Меря? Где? Вот город Муром, да? Город Ростов, там и было, вот так, да? Она исчезла. А как она исчезла? Она погибла нисколько. Она ушла в русский, да? Так и здесь это будет, да? А сейчас ведь, если говорить в глобальном масштабе, то что ему надо сказать? Мы, европейцы, сдаём свои позиции. А Восток, Азия, набирает мощь. Да? Понимаешь, да? Поэтому очень скоро в Осло будут много мечетей. У нас уже есть. Есть, да? Но вот идёт, это не завоевание. А в Казаводске нет ещё, да? Есть. Есть? Вот у нас главный мусульманин, да. Есть пол, да. Понимаешь, хошь-не хошь, как говорится, нравится тебе, это не нравится. Мне жалко Европу. Я люблю Европу, понимаешь? Я европейцы люблю. Но я, и я, и ты, и... Понимаешь, в чём дело? Это, как тебе сказать, это скорее физика, чем социология. Понимаешь, да? Ну, нельзя поставить плотину. Но поставишь плотину, да, ведь надо рабочая сила, нужны руки. Их нет. Воспроизводство нет нормального. Дедорождаемость плохая. Вот и приходят из арабских стран, там, да, вот, что делать? Пассионарность. Знаешь, такое термин пассионарность? Пассионарность. Пассионарность. Ты вот, почитай, Льва Николаевича Гумилёва, наш великий учёный, очень модный в России, на него большая мода, это сын наших великих поэтов, Ахматова и Гумилёва. Вот он говорит, что у каждого народа есть период пассионарности, это творческая активность, экспансия. Вот варяги были пассионарны. Потом она падает, заряд жизненный снижается, народ хереет, выбирает дурных вождей, забывает свои собственные корни, вырождается. Но не совсем он умирает, а как-то так. Кто-то приходит это место, его ассимилирует, их она, понял, да? Так что, вот, Норвегию надо беречь. Гумилёв, он сказал, что каждый народ живёт примерно две тысячи лет. Это так Шпенгер учил, Шпенгер, тысячи лет. Шпенгер, вот это, язык от Европы, что, ну, где-то, Гумилёв где-то близок к Шпенгеру, да, что вот цивилизация, как организм имеет, вот некоторые циклы, циклы, да. Ну, это очень спорные вещи. Ты сам понимаешь, возьми Китай, да, смотри, сколько раз у него была пассионарность, много раз, правильно, да? Тоже древний иранский народ, Господи, дай бог, да, что он, разве он загибается, нисколько, правильно, да? Это, ну, вот, по поводу Европы, вроде, там работает эта теория, на европейском пространстве, так и обобщать глобально нельзя. Да вообще всякие теории, они, особенно там, где история, они всегда условные. Жизнь есть жизнь, да, вот, вот так было. Какие еще вопросы? Ну, интересно еще, как относятся в Карелии к тому вопросу, относятся к группам или к индивидам, так как на Западе, там, модно сказать, что у нас индивиды самое главное, а в России, которая была многонациональная, там, наверное, было более принято говорить о группах, так и о народах. Это как в Карелии сейчас. Вишь, Пол, я твои вопросы не совсем понимаю. Знаешь, почему не понимаю? Потому что такой проблем у нас не было. Личность или индивид, да, или группа. Ты понимаешь, у нас, вот, русский народ всегда исходил из того, какой человек, вот, качество человека, личности, да. еврей ты там или там немец, если ты еще хороший, добрый, то для России вот этот признак национальный никогда не играл, вот, это объективно, понимаешь, такой роли. Наш народ, я не хочу его там перехваливать, да, он действительно толерантен. Он действительно способен, так сказать, принять, как своего, любого народа. Поэтому вот такого деления вот группы там, да, вот такие вот, кастовость какая-то национальная. В России это не наблюдалось. То, что сегодня называется община там, да, чеченская община там, да, грузинская община, в Петрозаводске, да, это новое явление. Это новое. Разве что только цыгане вот так жили особняком, да, но цыгане, ты сам понимаешь, это особый народ, да, а так остальное никогда не было никаких вот разделений. Никогда. Ну, дам пример, чтобы, можно сравнивать, может быть, как, например, в США, там есть у них своя система. Там, сейчас у них этничность, это личное дело. Это не имеет никакой, это просто личное дело. Но все-таки у них есть такие, они говорят о расах. Так что есть, есть, афроамериканцы, есть люди из Азии, есть испанцы, есть такая государственная политика, что в образовательных учреждениях должны быть какая-то часть, там должно быть не менее, скажем, 20% афроамериканцев, например. А у нас в Норвегии другая система. Там считают, что личность самая важная, и все права должны быть одинаковые, независимо от этничности или происхождения. Я понял тебя. Видишь, что делает Пол, да? Все-таки тут, ты пойми, здесь не может быть одной мерки. Одной меры для Норвегии, для России, для СССР. Это разные страны. Понимаешь? Я Америку, я эту страну обожаю. У нас в России ненавидят Америку. Это шизики, вот ксенофобия такая. Евреев не любят, и американцы. Это болезнь. Сейчас вот это американофобия. Ты пойми, Америка это страна, которая была ковчегом для многих народов, которые искали свободы, самореализации. Туда приезжали люди, похожие на викингов. Вот представьте, 16-17 века, кто туда приходит? Сильные мужики. Прут из Англии. Это страна, которая, знаешь, такое слово соборность? Соборность русская. Оно очень опошленное. Но его смысл какой? Это разнообразие, но единое. В каком смысле единое? Без трафарета, без схемы. Живое разнообразие, но интегрированное. Одна страна, один гимн, один закон. Но главное разнообразие. Вот Америка, она чеченская. там ты сам понимаешь, то, что скажем, у нас в Карелии община чеченская, Карелия, или у вас турков есть, их все-таки не так уж много. А в Америке это миллионы. Ты понимаешь, да? поэтому Америка она очень пестра, пестрая, да? Пестрая, многоцветная, да? Многоцветная, многоцветная. Там вот есть это как называется Чайтаун, да? Китайский городок, да? Все китайское. Там это нормально. У нас хотели сделать Чайтаун в Петербурге, народ не пошел. Ты понимаешь, да? В Америке нормально, у нас не хотят. Чайтаун китайцы желтая зараза. Ты понимаешь, знаешь, какая желтая зараза? Зараза? Да, желтая. Плохое, плохое, болезнетворное. Да, у нас тоже так говорят. Вот это конечно давняя такая мания, что китайцы нас поглотят. Может быть, и так и будет. Кто его знает, вполне возможно, да? Ну, по крайней мере, ты сам понимаешь, вот разница, да? Вот потому ты понимаешь, что вот эта европейская установка на личность, а не на этнос, да? Это конечно выражает наш европейский гуманизм, да? Вот нашу культуру, христианскую культуру. Но где-то это может быть в плане демографическом очень опасная тенденция. Ты понимаешь, да? Нам нельзя это судить. Это очень тонкий вопрос. Знаешь, почему опасная? Ну, нас поглотят, понимаешь, да? Эти пришельцы из Азии, они нас не будет, понимаешь, да? Ну, может, с этим надо смириться, вот, если так, да? Что ты можешь этому противостоять, да? из Америка? в Америке все равно, Америка, я не знаю, срода Англосакси это могут тоже быть в меньшинстве оказаться. Ну, когда-нибудь, понимаешь, да? Ну, кто такие американцы? Они же такой смешаный. Ну, это очень народ интернациональный, по-настоящему. Это космополис, знаешь, какой космополис, да? Космополитизм. Эта страна дает, может, это модель будущего, вот, Америка, да? Это страна достойного уважения и хорошо, что Норвегия входит в НАТО, а НАТО это детище Соединенных Штатов, это очень хорошо, да? Но все равно надо ориентироваться. Вот. Если там дана квота большая неграм, 20% говоришь, да? Знаешь почему? У них чувство вины. Чувство вины перед неграми. Это позитивное чувство. Тут есть перегиб, перехлёст. Понимаешь? Они вот хотят вот как-то вот оберить себя за то, что негров жгли. Помнишь, да? Куклук-скан, да? Вешали их, издевались над ними. Как немцам стыдно за фашизм, так американцам стыдно за анти... за расизм. А русским не стыдно за ЧК, за большевизм. У нас, конечно, не надо чувствовать вины. Надо чувствовать вину. Вот американцы её чувствуют, поэтому они дают квоту большую, 20% этим неграм. Я всё равно называю негр. Понял, да? Они не афроамериканец. Негры есть негр. Понял? А вы считаете, что русские должны чувствовать вину? Должны чувствовать вину. Да, да. Очень много нагадили. Но не русские, а власть. Коммунисты, чекисты, понимаешь? Да, конечно, да. Надо покаяться, но нет этого, и не будет никогда. Тупик есть тупик. Знаешь, какой тупик? Да, знаю. Знаешь, Вот так пол, да. А то есть вы считаете себя западником, что ли? Ты знаешь, слушай, я очень люблю Россию. Я и славел, и западник, и так, и так. Понимаешь? У меня нет противоречия. Это, знаешь, Нильсавора, знаешь, Нильсавора? Нильсавора, да. Комплементарность. Великий, вот, великий сын Дании, но Дания, это всё равно, что Норвегия, я считаю, это всё равно, это одна малина. Один дух. Раньше не было Дании, не было Норвегии, и Швеции не было, были варяги, были викинги, вот, датский народ, молодец народ, Вот, норвежский народ тоже хороший. Как вы со шведами живете? Ну, нормально. Нормально, да? У нас, это почти одна страна, в принципе, я так считаю. А у вас евро, на евро, у вас евро принято? У вас евро? Нет. У вас нет? У нас нет. У вас не евро, да? Норвегия не в Евросоюзе. А? Норвегия не в Евросоюзе. Не в Евросоюзе, да? А шведы? Шведы в Евросоюзе. Там у них марок уже нет, да? Кронов шведских нет больше? Есть, да. Нет, подожди, шведские кроны есть? Да, есть. Так они что, они... Они в Евросоюзе, но они не приняли денежные... Не приняли, да? А вы? А мы тоже не приняли. Тоже... А мы не в Евросоюзе вообще. Вообще не в Евросоюзе. А как так? Ну... Да вы же в НАТО. Норвежцы голосовали против Евросоюза два раза. Последний раз был в 1994 году. Я думаю, что норвежцы считают, что нам легче защищать свои интересы самостоятельно. Экономически. Нефть. У вас нефти много, говорят. Да, очень много. Молодцы, хоть повезло, да? Да, повезло просто. Хорошо. Слушай, Пол, как мне в Норвегию переехать? Как приехать? Переехать вообще? В каком в Евросоюзе живёшь? Я думаю, что лучший способ, наверное, это научить норвежский язык. Потому что у нас вообще в Западной Европе и в Карелии население сокращается, а нам нужна рабочая сила. И ты знаешь, у меня вот есть, как тебе сказать, сейчас я не могу тебе это показать. Вот. Но ты запиши себе, знаешь, вот. Был такой русский учёный, Суслов. Ты записываешь это? Ты записываешь или нет? Это у тебя что? Македофон у тебя? Суслов. 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 Максим, покажи ему, посмотри, что он написал, да? Суслов. 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 Проверь, как он пишет. Вот, слушай, сейчас у меня не найти эту книжку, она у меня есть, да? У него есть книга «Путешествие по северу России и Норвегии». Одно путешествие. Да. Понимаешь, да? Вот. Он, значит, Норвегию прошёл, вышел в Белое море, пошёл по побережью Белого моря, по реке Онега, изучал культуру. Норвегию и русский север. И очень много параллелей находил. В архитектуре различия, а, скажем, прялки одинаковые, что у вас, что у нас, да? То, что я говорю. У меня есть коллекция большая, посвящённая северной архитектуре. У меня пять музеев есть, пять музеев. У меня библиотека мирового значения, у меня много редких книг по русской культуре, да? В России это не нужно никому. А вот какой бы сам университет меня взял бы к себе, понимаешь, да? Это всё бы досталось норвежскому народу. Я говорю полушутя, да? Полушутя. Но где-то и серьёзно. Понимаешь, да? Мне здесь… Я здесь пропадаю, понимаешь? Так что ты это имей в виду. Так, между прочим, да? Ну, хотя это маловероятно. Знаешь, что такое маловероятно? Что такое маловероятно? Да-да-да. Ну да, понимаешь, да? Но я бы с удовольствием уехал бы в Норвегию жить. С удовольствием, да. Я вообще… У меня культ севера. Да. Вот сейчас я могу… Христианством и исламом. Видишь, Пол, я человек… Я атеист. Понимаешь, да? Но я могу сравнивать религии как философ, да? Понимаешь, есть своя красота в христианстве. Догма троицы, очень глубокий догма троицы. Тринитарный догма, да. В исламе манизм Бога. Антитринитарное настроение Магомета. Очень разные религии, понимаешь? Да, очень разные. Хотя корни-то общие, аврамические корни, да? Вот. Конечно, мне ближе христианство, поскольку я в этой культуре вырос. Хоть я человек невысорковлённый, но я люблю христианскую культуру. Ну, я люблю ислам тоже, люблю его поэзию, философию. Но предпочтение даю Европе, конечно, да? Ну, ты понимаешь, какое дело? В этой религии очень большая витальность. Знаешь, какая витальность, а? Да, знаю. Понимаешь, да? Все-таки христианская религия, иногда говорят, религия умирающего Бога. Ты понимаешь, да? Да. Религия смерти где-то. Чего нет в исламе. Я не могу сказать, что это причина всех наших неуспехов, неудач, но, может быть, глубинная и эта причина. Выживет ли христианство? Да. Выживет ли оно? Ага. Может ли оно сохраниться? Вот проблема, да? Ислам очень наступателен. Понимаете? Вот. И это реальность. Но я на это смотрю как? Я же смиренно смотрю на это. Что я могу? Жалко, конечно, священные камни Европы. Но я знаю, что в ФРГ там уже турок миллионы говорят. Да, да, да. В ФРГ, да? У вас сколько примерно? Сколько? Да. У нас в Норвегии, я думаю, что у нас 200 тысяч может быть. Это уже много. Да, это уже много. Это много. Это там и турки, и арабы все вместе, да? Да. Мусульманская. Мусульманская. А какое у вас население сейчас? 4 с половиной миллиона. Миша. Это большой процент. Большой процент. Миша. Так что видишь, как идет, да? Так что это, видишь, это проблема очень больная. Здесь крайне опасно впасть в российские взгляды. Понимаешь, ты российство, ты не понимаешь, что все едины, все одинаковые права имеют. Ну, а с другой стороны, это же земля твоя, предков твоих, да? Антиномия. Ну, что такое антиномия? Вот это антиномия, понимаешь, да? Для европейского сознания. Да. Мучительная антиномия. Я ее, например, не могу решить. Да, это трудно. Ситуация, да. Да, трудно, да, да, да. Это антиномия был Солженицын, предлагал, чтобы Россия стала страной для, ну, для русских, да? То есть он предпочитал, чтобы Россия стала меньше и соединился к Белоруссии и Украине. Ну, зато стало меньше. Ты, я уважаю Солженицына, когда его из России выперли, да, Солженицына, он же хотел в Норвегию, знаешь, он хотел в Норвегию уехать. И даже там его место в Норвегии подобрали, но ему не понравилось, что там печи надо дровами было топить. И мы, говорит, нашли усадьбу норвежскую. Я думаю, зря он уехал в США. Ну, считал, что там безопаснее в США. А вот первая страна, которую он хотел, это Норвегия. Это я запомнил на всю жизнь в этот момент, да. Видишь, Александр Исаевич, человек тарантливый, яркий, но, понимаете, все эти политические спекуляции, это вот из пальца высасываются, да. Жизнь есть жизнь, понимаешь, да. И напор народа, или, наоборот, народ, нет напора, а есть ослабление, увядание, да. Это вне наших сил и вне нашей компетенции. Понял, да. Это объективные процессы, этнические процессы. И корни этих процессов, корни причины, они никому не известны. Это новая проблематика. Что движет народом? Вот то, что философы говорят, пассионарность, то, что Шпенглер говорит, что есть какой-то максимум, да, цветение. Вот наш Леонтьев был философом, Леонтьев очень интересный, предшественник Шпенглера, да. Потом вот деградация. Так ли это или не так? Это пока только гипотезы. Что вот, понимаешь, да. Россия, понятно, Россия очень трудно сейчас. В России очень трудно иметь семью. Очень трудно детей заводить. Всё дорого. Нету жилища. Нет нормальных условий для того, чтобы семья развивалась. Народ наш, ну не то, чтобы вымирает, но где-то вот скудеет. Скудеет, да. Вот так вот, понимаете, вот такие проблемы, что тут ничего не сделаешь. Ну да, вот. Так что вот хорошо. Хотел спросить о том, как хорошо была советская система. И тогда, как я понимаю, всё было очень четко. И тогда видели, что Карелии живут в Карелии. И там у каждого народа было своё место, да. Не так ли? Ты понимаешь, это не так. Не так. Знаешь почему? Смотри, да, Карелия, да. Сколько здесь было мигрантов из Беларуси. Возьми Ладогу. Это финские земли, да. Когда-то финские, да. Это же всё сплошь белорусское заселение, да. У нас маленькие диаспоры были всегда. Но то, что эти диаспоры сейчас увеличились, но за счёт этих всех крушений, ломок, поэтому идёт сюда отток. Но такого, чтобы у нас какие-то барьеры были, не было. Я могу сказать, чётко совершенно. Нет, нет, не было. Да, но это была какая-то двойная ситуация, потому что, в принципе, были такие национальные территории, с одной стороны. А с другой стороны, миграция была очень большая. Люди ехали сюда, туда. Когда? В советское время? Да, в советское время. Рабочая миграция была очень большая. Ты понимаешь, что я скажу тебе? Скажу, как я это помню, я это не знаю, да. Во-первых, так. Ты понимаешь, не было такой установки на какую-то чистоту этническую. Не было это. Советская власть была заинтересована в смешении народов. Ты понимаешь, да? И русский народ, она тоже хотела смешать, не знаю, с кем и там, да. Это неправильно. Поверь мне, что это так, да. Не было такой установки на какую-то идентичность, чтобы каждый народ жил. Наоборот, шло размывание национальных культур. Шла русификация. Русификация. Только не все это принимали. Прибалты ясно что-то оторгали. Прибалты, да. Эстонцы, латыши, литовцы, да. На Украине это очень тяжело проходило. Так. Вот. Но эта русификация, слава богу, она не была слишком агрессивна. Но такая тенденция была. Да. Вот. Всех постирить по этому гребенку. Интернационализм. Там, где трансляционализм, какая там тебе вот этническая идентичность. Плевать на нее сто раз. Наоборот, чем больше люди смешаются, потеряют свое лицо, тем лучше. Это советская власть. И все другое это неправильно будет. Понял меня, да? Да. Понял. Нет, нет. И трудовая миграция при советском годе была гораздо меньше, чем какая сейчас. Сравнить нельзя. Сейчас огромные потоки идут. Да. Из Молдавии. Внутри России. Огромные потоки. Вся Москва строится людьми-пришельцами, да. Все. У нас нет своих сил, нет рабочих рук. Понимаешь, да. Вся Москва – это Восток и Молдавия. Украинцев много. Много молдаван. Много… Ну, грузин, я не знаю, там, азербайджанцев очень много. Азербайджан – очень подвижный народ. Чеченцев много. Понимаешь, да. Сейчас очень сильные эти потоки. А при советской власти они были, ну, в очень таких скромных масштабах. Вот так. Дорогой Максим, да. Понятие коренной – понятие относительное, а не абсолютное. Ты понимаешь меня, да. Кто здесь коренной вот на этой территории? Те самые карелы, которые здесь были, или русские, которые пришли из Новгорода в 12 веке. Это понятие относительное. Ты понимаешь, да. Коренной. Когда мы укоренились? Где? В Сибири мы коренной народ. А где туземцы? Да. Нет такого понятия коренной народ. Оно только условно может употребляться. Условно, да. Да, конечно, есть пришельцы. При-ше-лец. Да. Взаимношение пришельца и коренного народа. Берем модели. Берем модели, да. Приходят новгородцы в би-армию. Знаешь би-армия слово, да? Би-армия. Слышал слово? Би-армия. Это так норовежцы называли то, что за Белым морем. Би-армия. Это термин, имеющий варяжские корни. Би-армия, да. Вот. Горда река – это вот там, где Новгород, а би-армия – это вот Беломорье. Приходят в би-армию, да. Ну что? Да, чужие, да. Но идёт ассимиляция. Главное идёт ассимиляция, да. Так и здесь, и здесь. Не нравится, не нравится, что есть вот азербайджанцы на рынках. Так? Хорошо, давай их сейчас изгоним, азербайджанцы. Давай. Так. Что будет на рынках? Пустые рынки будут. Ты понимаешь, да? Это народы очень мобильные. Это народы, где бог гернес, бог торговли. В общем-то, почитаем. Они умеют торговать. Они умеют перевозить товары. Для этого надо иметь задатки определённые, да. Они выполняют определённую миссию. Ты понимаешь, что им дело? Вот это неприятие. У меня, например, его нет, этого неприятия. У меня его нету, да. У кого-то оно есть. Но самое последнее слово за действительностью. Не за нашими настроениями, а за механизмами экономическими, энергетическими. Пол, знаешь, я должен понять, да. Вот, ты пойми, ты изучаешь социологию, да. Ты изучаешь уровень, связанный с головой человеческой, да. На самом деле всё, вот пойми, да. Это не упрощенческий взгляд. Пойми, это… Я сказал так. Здесь главное – биология и физика. Понимаешь, да. Вот как растворы взаимодействуют. Поверь мне. Это первая сила – природа. Потом уже общество. Понимаешь, да. Вот эти потоки, да. Да, они направляются политическими факторами. Да, какими-то кризисами. Да, какими-то крушениями. Какими-то катастрофами демографическими, национальными, как угодно. Но в основе лежит реология. Знаешь, что такое реология? Реология. Да, наука о текучих веществах. Вот живое вещество течет. Не только… Это текут звери, рыбы, птицы. Люди текут. Да. Есть ниша пустая. Ты не можешь эту нишу защитить. Ты не можешь поставить шлагбаум. Это заполнится, да. Заполнится. Хоть убей меня, да. Вот сейчас это происходит. То, что сейчас происходит, надо изучать с точки зрения физики, химии, биологии. Я говорю, конечно, не буквально. Аналогию провожу тебе, да. У нас сразу какие-то политические причины, менталитеты. Все это вторично. А первично реальность жизни. Жизнь. Жизненное пространство. Знаешь, какое понятие? Жизненное пространство. Борьба за существование. Struggle for life. Вот что. Так. А это нужен реал. Нужна ниша экологическая. Она завоевывается. Война, она вторична. Может быть война. Может быть агрессия. Но это производно. А главная сила истории не завоевание с помощью оружия. Не колонизация через торговлю, через экспансию. А вот через, знаешь, есть такая биологическая миграция. Звери мигрируют. Точно так же и люди мигрируют. Понимаешь, да? Жизнь, она сильнее всего. Энергия жизни. Энергия этноса. Ты понимаешь, да? А все остальное, и атомная бомба здесь не так сильна, как вот эта энергия жизни. Понимаешь? Вот так этот процесс надо изучать с этой точки зрения. Это очень огрубленный взгляд, я понимаю. Социологи будут говорить, что я редукционист, я редуцирую сложное к простому. А на самом деле я прав. Абсолютно прав. Понимаешь, да? Первична жизнь. Первична энергия жизни. Понимаешь, да? Вот это главное. И есть малое пространство. Земля маленькая, планета. Её надо делить. Если ты не умеешь ей распорядиться. Вот Россия. Сибирь завоевала, да? Она не может её структурировать. Понимаешь, да? Где-то выкачивает нефть. Очень так по-варварски. Страдают народы маленькие. Очень страдают. Разве это освоение Сибири? Разве Сибирь освоена по-настоящему? Там нет никакой инфраструктуры настоящей. Конечно, Россия её потеряет, эту Сибирь. Она не сможет её удержать. Китайцы перетекут туда. Перетекут. Не без войны. Это идёт уже во всю. Что делать? Ну, Россия, наверное, тоже перетекали туда без войны, в принципе. Куда? В Сибирь? В Сибирь. Ну, были там конфликты, но были, были. Особенно… Не очень серьезные. Ну, вот Казань – это ещё не Сибирь, Казань – это ещё пока Волга, да? Ну, были, были, да? Вот Ермак, когда шёл туда. Ну, там были… Ты пойми, там было очень много… Было мало населения. Тустьянцев было очень мало. Ну, там имели место такие столкновения. А там, главное, вот это вот по южной части, где была Орда. Вот по этой части, да? А Север – там спокойно всё было. Там очень осторожные условия, недоступность. И там, конечно… Поэтому там сохранились эти уникальные народы. У вас-то есть лопари? Есть. Лопари есть у вас наверху? Да, 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 есть. Вот замечательно, интересный народ лопари, да? Тоже вот живут ещё как-то, я не знаю. Да, да. У них есть свой парламент. Ну, это хорошо. У них есть своя политическая структура даже в нашей стране. Ну, вот они… А вот они… В Швеции их нет. Это вы же весь… Да, в Швеции тоже. Самое большое количество есть в Норвегии. Норвегии, да. Потом и в Финляндии, и в Швеции, и чуть-чуть в России. У них нет общности такой наднациональной. Нет, у них… Это норвежские лопари, да? Я думаю, что они считают себя просто лопарами. Едиными, едиными, да? Да. Они хотели бы иметь одно государство. Ну, что, это народ очень интересный, лопари очень. Я очень люблю эти народы, вот, маленькие. И изучая их мифологию, изучая их культуру. Просто как любитель, да? Так что, вот, что я могу сказать? Ну, это хороший пример, потому что они живут там на севере, и хотели бы иметь свое государство. Ну, это, в принципе, невозможно, потому что там живут не только лопари, но и норвежцы, и шведы, и они все вместе. Ну, какое-то символическое, они могут сказать, такое символическое государство такое. Ну, символическое. Культурное такое, да, но не политическое. Да, и зачем им не справиться? Все таких малых, по-моему. И все таких мало их. Да, я знаю, я не знаю, но точно 50 тысяч, 100 тысяч, может быть. Это экзотические народы. Ну, надо их уважать просто. И пускай они живут, если они вымирают, они должны вымереть спокойно, достойно. Так, я думаю, да. Это иметь хорошие ботинки. Потому что пространство большое, а людей мало. Да, да, да. А может быть, сейчас такая ситуация тоже. Ну, сейчас китайцы. Ты понимаешь, ты пойми, да? Ну, какой он был во времена Александра Македонского. Я люблю Александра Македонского. Великий был человек, дошел до Инда. Да, из Греции до Инды дошел, соединил народы. Великий гений, да? Ну, а что там было народа? Это было, кот наплакал, да? Идет, чтобы рост населения, биологическая масса там растет. Страшно растет биологическая масса. Тогда тоже были пустые пространства. Тогда было, господи, шли на север из Ростова, из Москвы, после Новгородцев. Пустые пространства. Там очень было мало автохтонных народов. Это реально, да. А сейчас уже вот взяли на вырост. Знаешь, какой на вырост Сибирь? На вырост, это когда вот ребенок маленький, а ему покупают большую одежду. Вот так и Россия. Была небольшая, взяла Сибирь на вырост. На вырост. А вот не смогла заполнить. Не смогла освоить, понимаешь, да? Поэтому все. Вот так. Сибирь сейчас очень проблематична, Сибирь. Благоприятствует деторождению. Нет условий. Нет квартир. Чтобы была семья, надо было иметь квартиру, да? Вы представляете себе? Однокомнатная квартира. Там злая теща, злая теща, малой парень. Он быстро становится патентом. Потому что условия жуткие, да? Спит женой, да, вот в постели. А тут теща кряхтит рядом. Какой тебе тут Эрос, а? Вот это Россия, понимаешь? Вот. Эрос должен быть интимен. Чтобы так вот объять любимую. И чтобы было место, где поставить детскую колыбель. Чтобы ребенок поиграл. А где когда-то однокомната? Еще в коммуналке. А? При скудных деньгах. Какая тебе деторождаемость? Она будет падать к нулю. Понимаете? Вот. В норвежцах у вас ведь нет проблем. У вас квартира полная. У нас такая же проблема, в принципе. Какая проблема? Брось, брось. Условия есть. Но все-таки население сокращается. Ну, в силу других причин, да? Я говорю, это одна из причин, почему она сокращается. Одна из причин. Это не самая главная причина. Но вот то, что в людей нет жилища, потому что это серьезная вещь. Потому что люди всю жизнь квартиру ждут. И это под конец жизни. У вас этой проблемы нет. 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 Это очень важно. Чтобы молодая семья могла вот въехать в квартиру, да? Спокойно жить. Это очень, в России это проблема огромная. Огромная проблема. По поводу, вот скажем так, что может сделать власть для того, чтобы как-то народ наш, ну, оживить или как сказать, одухотворить, сделать у него инъекцию пассионарности, да? Максим, это, в принципе, возможно. Ты понимаешь, да? Я люблю вот этого прекрасного человека, Томаса Карлейля. Знаешь, какой Томас Карлейль? Да? Английский философ. Ну, вот проблема героя, да? Вот появляется великий человек. Действительно, вошь наци. Так. Который вот несет в себе какой-то заряд, да? И открывает новые дороги народу. Такое бывает очень редко. Это сегодня звучит как утопия. Но такой вариант возможен. То есть власть, власть талантливая власть. Власть, которая чувствует будущее. Власть, которая умеет находить яркие решения. Власть, которая может народ поднять, вдохновить. Президент. Такой власти сейчас нету. В России. Понимаешь, да? Поэтому вот этот конфликт народной власти и отчуждение между ними. Но есть и будет вот нарастать. Так. Эта ситуация абсолютно безнадежная. Рассчитывая на то, что придет гений. Это романтизм. Исторический романтизм. Да? Хотя этого исключить нельзя. Может быть. Да? Как-никак Ленин, пускай был человеком, ну, мне он не нравится. Но он владал этой харизмой. За ним пошли люди. По-настоящему пошли. Они ошиблись. Они обожглись. Хотя тут все очень сложно. Может, и Ленин бы что-то сделал бы. Путня, если бы его не убили и так далее. А по поводу того, что там в Карелии создаются какие-то там структуры для мигрантов. Ты знаешь, я бы что сделал. Да? Я не знаю. Я этого не понимаю, Максим. Я не в курсе. Люди сюда приезжают. Да? Знают, куда они едут. Что надо из бюджета деньги им давать, что ли, какие-то. Да? Чтобы их здесь обустроить. Они сами должны устраиваться. Почему здесь должна быть забота об этом? Я не понимаю этого. Почему? Да? Это подозрительно. Это жизненный процесс. Так? Он желателен для власти. Они хотят это привлечь. Да? Создавайте структуры. Строите дома. Или что там еще. Я, Максим, это плохо понимаю. Но это, мне кажется, чем-то неподозрительным. Я думаю, это может быть какой-то ширмой для каких-то коррупционных всяких таких вещей. Почему я должен... Вот приехал мой... На мои земли приехали чеченцы. Да? Ну, ладно. Приехали. Они сами устроятся. Почему я должен быть озабочен, как их устроить? То есть, когда есть масса людей русских, совершенно неустроенных, несчастных, да? Почему я такая? Получается, что они имеют какое-то преимущество, что ли? Или как вот? Что они особые какие-то, гонимые. Они же изгнальники? Нет. Они высланы? Нет. Не знаю. Тут какая-то есть фальшь. Фальшь. Так я чувствую. Понимаешь? Но я здесь не компетентен. Я не могу этого сказать со всей определенностью. Мне это всё как-то противно, скажу я тебе одно. Это точно. А почему я вот не могу это рефиксировать? Я говорить, потому что ничего не думаю. Понимаешь, да? Вот есть вот такие вот ситуации, да? Вот для меня вот нет этой проблемы. Для меня нет этого человека. Я его не знаю. И как-то вот не стремлюсь его узнать. Понимаешь, да? Я ничего от него никогда не получал никогда. Я обращался к нему там несколько раз. Не потому что я на него как-то озлоблен. Не хочу, понимаешь, Максимушка, высказываться на эту тему. Не потому что я там что-то боюсь. А просто считаю, что это большая честь, если я буду говорить о нем. Поэтому мы сдержимся, да. Я знаю, к сожалению своему, да? Наша система образования очень, конечно, несовершенна. Это ясно как божий день. Наша молодежь не знает, что такое культура, что такое история. Не понимает вообще место свое личное, место своей страны в системе целого. Это, несомненно, так, да? Вот. Если говорить о моих каких-то моделях образовательных, то это тема очень большая. Но что я скажу? Вот есть такое понятие Баренц-регион, да? Баренц-регион. По-моему, это очень формально работает эта организация. Я считаю, что нам надо как-то глубже осознать свою народичность. Вот это действительно особое место. Север. Северная Европа, да. Включая Скандинавию, включая Карелию, Архангельскую губернию. Тут я бы это изучал более глубоко. Вот те же самые норвежско-русские связи. Они были разные. Это были конфликты. Скажем, когда в Норвегии приходили монастыри, там жгли. Это известный случай. Монастырь Трифона Печенского. Это вошло в житие. Вот поинтересуйся. Трифон Печенский. Это Кольский полуостров. Очень была большая там драма, да? Но там были какие-то нормальные связи культурные. Вот Архангельск. Ты был в Архангельске? Съездил в Архангельск. Этот город очень для твоей темы даст больше, чем Петрозаводск. Там всегда были связи с Норвегой. Они говорили Норвега. Насколько слышал такое слово? Норвега. Норвега, да. Так в России назвали. Он ходил в Норвегу. Там были очень тесные контакты. По морю там. Да, по морю. Норвега, да. Вот. Вот. Поэтому, конечно, я бы вот… Лизинский. Лизинский.